Негативная критика всегда была для меня пустым звоном. Как бы меня не пытались засрать, мне всегда было наплевать. Критику я воспринимаю как закономерность. Это некая издержка нахождения в интернете. Здесь свободное пространство, свобода мыслей и слов. Если тебя не критикуют, значит ты просто не существуешь. На ютубе кучи видео, где всякие недоразвитые унтерменьши меня пытаются засрать, и, к их сожалению, как бы скрупулезно они ни старались, мне на них похуй. Они мне никто. А вот критика тех людей, которые меня смотрят и даже чем-то уважают, для меня всегда было интересно. Я создал в своем паблике пост. Кстати, подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте, ссылочка в описании. Это лучший паблик в истории ВКонтакте. Он получил трижды премию Рунета, а личную награду от Павла Дурова и от Владимира Путина. Да, подписывайтесь. Я попросил написать людей, что их во мне раздражает, и на эти комментарии я сейчас буду отвечать. Тут шуток не ждите, это не Дауна Ютуба, это, сука, серьезное видео. Очень много орешь, сильно обзываешься. Категорически согласен с Никитой, но это моя натура, я ничего с ней не могу сделать. Я прекрасно понимаю, что криком ты никогда не добьешься убедительности, криком ты никогда не расположишь к себе людей. Все мои кумиры, эталоны спокойствия, рассудительности, сдержанности, я пытаюсь им подражать, но у меня не выходит. Я слишком эмоционален, я ничего не могу с собой сделать. Когда я понимаю, что я прав и со мной кто-то не согласен, я начинаю от безысходности кричать. Я понимаю, что будь я более сдержанным, я бы предрасполагал на свою сторону большее количество людей в каких-то спорах, но я такой, я ничего с собой не могу сделать. ЧСВ. Из 6 тысяч комментариев, больше половины именно таких, большая часть школьников даже не понимает значение этой аббревиатуры. Им просто нравится, как она звучит, и этого достаточно, чтобы просто вставлять его куда угодно. Практика на стримах показывает, что ты ЧСВ всегда. Тебя назовут ЧСВ, когда ты кого-то шлешь нахуй, когда ты уверен, что ты прав, когда ты сказал, что ты в чем-то хорош, ты тоже ЧСВ. Каждый школьник под этим определением видит что-то свое. Я не знаю, что на это отвечать, что в голове у того чувака, который это писал, мне не понять. Перебивание собеседников, и иногда ты не прав, и пытаешься всем доказать, что именно ты прав. Я потому юристом бы никогда успешными не стал, я не умею слушать, не умею, да и не хочу. Если я с кем-то спорю, я на 100% уверен, что я прав. Зачем мне слушать жалкие аргументы моего оппонента? Вот скажи, я сейчас это на стрим, и все бы начали писать, что ЧСВ. Ну вот давайте к примеру. Предположим, я спорю с противницей аборта. Я уверен, что аборты нужны. Болезни, изнасилование, финансовое поведение. Ну они нужны, реально. Она выступает против них. Зачем мне тратить свое время на то, чтобы выслушивать ебанутую тупую суку? То есть вы реально мне предлагаете быть воспитанным и культурным, и давать высказаться пизданутой наглухой шизофреничке? Слушать все ее ебанические доводы по поводу того, что это убийство, что это грех? Чем больше аргументов я запихну ей в уши, тем более униженной она себя будет считать. То же самое и других споров касается. Ну вот буду спорить с тем, кто верит в Бога. Я че, по-вашему должен сидеть и слушать про божественность мироздания, про то, как Адам и Ева, яблоки, да нахуй оно мне надо? Я, естественно, его захочу перебить. Мне его мнение неинтересно. Мнение, которое мне неинтересно, я слушать не хочу. И уверен, вы все абсолютно такие же. Как говорится, соринка в чужом глазе, а бревно в своем. Конечно, альтернативные взгляды я поддерживаю. Я люблю дискуссии на тему политики, всегда с радостью выслушаю собеседника, если мой собеседник не ебанутый коммуняка или ультраправых настроений долбоеб. Такому я, естественно, сказать не дам. С тем же коммунизмом коммунизм, блядь, сдох. Он не смог даже построиться. Почему я должен тратить свое время, чтобы выслушивать этого человека? Кривляние. Часто пишут, что я кривляюсь, но мои эмоции, они искренние. Я так разговариваю в повседневной жизни. Возможно, у меня какие-то нетипичные для нормального человека эмоции, что мне это так часто пишут, но я такой всегда. Ты считаешь Америку светилом всего мира, но это не так. Это уже не совсем критика, это скорее вопрос. Определенно уровень жизни в Америке не самый лучший. Какая-нибудь Скандинавия намного впереди. Но в том, что это светило всего мира, не считай только долбоеб. В плане экономической и военной мощи это самая сильная держава в мире. Доллар бумажка галактического, даже не мирового масштаба. Малейшая манипуляция с курсом доллара со стороны штатов и половина стран перестанет существовать на лице земли. Резервная валюта огромного числа стран – доллары. Все крупнейшие корпорации мира – американские. Самая сильная армия в мире – американская. Самый прогрессивный кинематограф – американский. Лучшая музыка – американская. Америка светила всего мира. Хорошо, если не она, то кто? Самоуверенность! С какого хуя это вдруг стало плохой чертой? Учитывая, скольким людям это не нравится, значит, я делаю все правильно. Конечно, людям хочется видеть, как ты мямлишь, терпишь. Так тебе никаких претензий точно не будет. Когда ты умеешь отстаивать свою позицию, свое мнение, ты всех резко начинаешь раздражать. Ебало! Формирование моего ебало – процесс был мне неподконтрольный. Поэтому претензия не обоснована. Перекрикиваешь оппонента, не даешь ему сказать. В начале видео я уже говорил об этом, но что плохого в том, чтобы перекрикивать? Посмотрите на Дональда Трампа. Он делает то же самое, он всех перекрикивает. И учитывая абсолютно ебанутую политическую программу, именно благодаря своим перекрикиваниям он выигрывает на дебатах. Именно поэтому у него огроменный процент поддержки электората. Да, насколько я знаю, он Хилари Клинтон все же проигрывает, но стань он менее ебанутым, со своим умением дискутировать и вести дебаты, он был бы уже президентом. Грамотная риторика и немножко повышенные тона – это шикарный инструмент в спорах с кем-то. Ты можешь быть тысячей расправ, но если ты мямлишь, тебя раздавят. Тебе глубочайше насрать на чужое мнение? Не совсем. Твое, например, мне интересно, потому что ты мой зритель, а на остальных, да, мне реально поебать совсем. В остальном я никогда не стану слушать мнение человека, от которого не зависит моя жизнь, или который живет той жизнью, у которой не хочу жить я. На самом деле, мне похуй на мнение Васьки из 10 класса, Сергея Павловича, бывшего коммуниста, какой-нибудь Анны Ивановны, глубоко православной женщины, какой-нибудь Анюты, которой в 23 детей. Да, на их мнение мне абсолютно похуй, и я этого не стесняюсь. ЧСВ – псевдоинтеллектуализм. Я хоть раз говорил, что я дохуя умный, сами что-то придумали про меня, и потом этим меня обвиняют. Ничего не раздражает. Я всегда говорил, что женская аудитория – самая лучшая. В том смысле, что девочки в плане потребления контента – самые некапризные создания. Им что-то в тебе однажды понравилось, им наплевать на все твои недостатки. Они любят тебя тем, кем ты на самом деле являешься. Завтра тот же Ивангай начнет ставиться героином, материться, курить, пить, и, уверяю, от этого у него меньше фанаток не станет. Старайся меньше материться и сквернословить через каждое слово. Согласен, в последнее время я действительно начал много употреблять. Употреблять! Не стану оправдываться, постепенно появляется словарный голод. За последние года два, я прочел книги три, наверное, речь совершенно никак не обогащается, а только истощается. Я недавно посмотрел на свои пяти-шестилетние переписки и охуел от того, как я раньше умел разговаривать. Сейчас близко так не могу. В общем, деградирую, буду исправлять. Спасибо за комментарий. Но вот как такой критике не прислушаться? Только приятно такое читать. Когда ты говоришь «обсирать», а не «обсирать». Много в моей речи вас раздражает. Что-то не так произношу, что-то не так говорю, как-то не так пишу. Не забывайте, откуда я и то, что русского языка у меня в школе не было. Все мои знания этого великого языка получены мною лично и только устно. Я серьезно говорю, я в жизни не видел учебника по русскому языку. Меня пиздец как обожают подъебать, если я не там ставлю запятую или еще что-то. Понимаете, я украинскую грамматику, которую я знаю, которую я учил, в отличие от русской, применяю на русскую. Поэтому иногда у меня есть в предложениях ошибки. Если бы у меня в школе, как у вас, был русский язык, уверяя, я был бы виртуозом этого языка. И скажи я это сейчас на стриме, все бы начали писать, что я ЧСВ. Когда ты говоришь о себе что-то хорошее, ты 100% ЧСВ. Люди терпеть не могут, когда ты себя хвалишь. Они хотят, чтобы ты считал себя за говно, чтобы твоя самооценка была ниже позволенного. Потому что любовь к себе, по сути, является уверенностью в себе, а уверенных в себе людей люди не любят. Вот это главная претензия. Будь унылым, закомплексованным говном, который не уверен в себе, и тогда ты не будешь ЧСВ. Тебя не исправить, хуевый человек, ублюдок по натуре. Вот это настоящая искренность. Он всеми фибрами своей душонки меня ненавидит и презирает. Это круто. Только интересно, как он умудрился сделать такой вывод, никогда в жизни со мной не общаясь, не видя, как я веду себя со своим окружением. Но еще интереснее, на кой хуй он меня смотрит. Причем не просто смотрит, он еще и подписан на мой паблик в ВК, а это уже вторая степень увлеченности контентом. Много кто из вас меня смотрит, но на мой паблик, на мои стримы вам совсем похуй. А вот он прям фанатеет. Да так убоги, что у меня просто нет слов. Все-таки правильно говорят, что хейтеры это самые преданные из фанатов. Бессмысленные ролики порой выходят. Просто взгляните на что мамкин интеллектуал из Кати Листины подписан в ВКонтакте. То есть в этих пабликах он смысл находит. У меня нет. Неужели я настолько хуёвый? Ты заебал не разбираться в компьютерном железе, но при этом пиздеть о нем будто шаришь. Много ума разбираться в компьютерном железе не надо. Тут все очень просто. Цена определяет качество. Дешевый компьютер равно срань. Дорогой компьютер равно недоступность. Тысячу раз удобнее. Вставил диск и играешь. И попробуйте мне пукарекать об обратном после выхода Мафии 3. Сейчас заходите в Steam, открываете отзывы пользователей и смотрите, что 95% негативных отзывов, игра не пошла, игра лагает, проседает FPS, хуёвая оптимизация, не запускается, ну и прочие прелести. Консоль, вставил диск и играешь. И за это я всегда буду стоять. Иногда не стёшь хуйню с полной уверенностью. Ложь, сказанная тысячу раз, становится правдой. Йозеф Геббельс. У меня большой член.